Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о шести правилах хорошего урожая моркови. Итак, что же вы должны знать? Первое правило. Обязательно готовьте семена моркови заранее. Семена моркови прорастают медленно. С момента посева в грунт до момента всхода проходит около двух недель. Если холодная погода, этот процесс может даже более затянуться. Прорастание семян препятствует большое содержание эфирных масел, которые содержатся именно в оболочке семени. И чтобы ускорить этот процесс, семена рекомендуют замачивать в течение 10, даже более суток с постоянной заменой воды. Затем их подсушивают и высевают. Можно также использовать способ барботирования, который сейчас тоже набирает обороты. Это очень удобный способ, когда семена помещают в питательный раствор. Это можно и пина, гидроксина и подключают большое количество кислорода. И семена как бы в этом вот, в этом, в этой жидкости купаются и обрабатываются кислородом. То есть процесс схожести семян ускоряется. Также замачивать семена можно еще и в губках. У нас есть эксперимент такой, достаточно эффективный, когда процесс прорастания семян занимает гораздо меньше времени, так как семена находятся постоянно во влажной среде. То есть пересушить или же наоборот просмотреть, то есть просто невозможно. В комментариях в ссылке я вам дам ссылки на ролики и на барботирование и на проращивание семян в губках. Смотрите, там есть полезная информация. Второй момент, который вы должны тоже учесть при посадке моркови, что сейте семена моркови обязательно с каким-то маячковыми культурами. В частности, маячков можно использовать листья семена салата или других культур, которые входят достаточно быстро и качественно. Это способствует тому, чтобы при пропалывании грядки от сорняков просто не удалили молодые семцы. Они у вас просто, чтобы не потерялись. Это вот очень удобный момент. Еще можно сеять семена моркови в совместных посадках. Особенно они хорошо при высаживании лук, когда вот в следующих роликах я вам расскажу, как сеять лук китайским способом. И вот именно в данном способе хорошо совмещается посадка моркови. То есть это прям вот два сразу получается, два зайца мы убиваем одним ружьем. Третий момент, который вы должны помнить для успешного урожая моркови, не загущать в посадке моркови. Сейте морковь реже. Многие садоводы-огородники в зимний период времени наклеивают семена моркови, они мелкие, наклеивают их на ленты, бумажные ленты, туалетную бумагу используют и наклеивают семена. Далее просто весной, в весенний период при посадке они раскатывают эту ленту уже с приклеенными семенами. Это удобный очень способ. Можно использовать другие различные способы. Некоторые высевают, смешивают с песком. Ну и у каждого садовода-огородника есть своя хитрость. Основное правило не загущать в посадке моркови. Норма посадки из расчета на один квадратный метр всего составляет 0,5 грамма моркови, семян моркови. И глубина посадки должна составлять 2 сантиметра. Это на песчаных, супер песчаных, ну и на черноземных почвах. На торфяных почвах мы съем морковь на 3 сантиметра. После посева почву слегка уплотняем, сбрызгиваем водой и присыпаем сверху сухим тормом. Четвертое правило. Поливайте морковь правильно. Морковь очень требовательна к поливу, но не переносит застоя воды. Поливать нужно умеренно или регулярно. Раз в неделю по 1-2 ведра на 1 квадратный метр. Молодые растения поливают еще чаще, но менее обильно. Вода не должна застаиваться в грядке или стекать с нее. Лучше поливать в несколько приемов и смотреть, на какую глубину у вас вникла вода в почву, то есть насколько почва увлажнилась. Чтобы почва меньше пересыхала, после полива регулярно делайте рыхление почвой, что способствует закрыванию влаги. Пятое правило, которое вы должны соблюдать. Регулярно обрабатывайте посадки моркови, отвредите. Злостный вредитель моркови это морковная муха. В борьбе с этой мухой у каждого садовода-огородника наверняка есть свои способы. Наверное, один из способов можно использовать настойки горького перца, опрыскивать посадки моркови. Есть масса способов, есть и химические, есть и народные. Выбирайте, какой вам больше всего нравится. Можно использовать не только обработку моркови, но и совмещать посадки, например, с луком и чесноком. Их запах действительно отпугивает морковную муку. Еще один интересный момент. После того, как вы прорежете морковь, обязательно убирайте выдернутое растение из земли и лунку закрывайте. Дело в том, что вот эти растения, их нужно немедленно убрать с грядки и уничтожить. Запах выдернутых растений из земли, ладых морковок, будет привлекать морковную муку. Поэтому их убираем с грядки и уничтожаем или используем в пищу. Смотрите, как по назначению. И шестое правило, которое вы тоже должны соблюдать, это правильный севооборот. Не стоит сеять морковь на те участки, где она уже, где у вас произрастали крестоцветные. Лучшие предшественники моркови это картофель, томаты, огурцы, капуста. Не стоит сажать морковь после сельдерея, укропа, даже фасоли. На прежнее место посадки моркови мы можем вернуться не ранее, чем через 5 лет. Это вот такие основные правила. 6 правил основных хорошего урожая моркови. Оставайтесь с нами. Всем хороших урожаев. Пока!